20-летие со дня основания в этом году отмечает факультет психологии Крымского Федерального Университета. Сегодня на его базе функционируют четыре кафедры общей психологии, психофизиологии, глубинной психологии и психотерапии, социальной психологии, а также педагогики. У истоков основания факультета стояла кафедра глубинной психологии и психотерапии. Преподавательский состав кафедры готовит психологов-психоаналитиков и осуществляет фундаментальную подготовку в сфере гуманистической, экзистенциальной и телесно-ориентированной психотерапии. Помимо аудиторных занятий, будущие психологи имеют возможность обучаться в специально оборудованном кабинете психотерапии. Для имитации работы с клиентом кабинет оборудован удобными креслами и кушеткой по психоаналитическому стандарту. Эта аудитория создавалась специально, как та, в которой студенты максимально приближаются к реалиям психотерапевтической практики, потому что проводить психотерапию за партами, с деревянными сидениями, конечно же, невозможно. Она очень востребована, потому что в ней, помимо учебных занятий, проходят также различные мастерские различного рода группы, посвященные, скажем, телесно-ориентированной психотерапии, сценической психотерапии. И для всего этого, как вы видите, созданы хорошие условия. В 2014 году на факультете была образована кафедра социальной психологии. Здесь готовят кадры для образовательных учреждений, социальных работников и психологов для школ, детских садов, санаториев и силовых структур. Для того, чтобы стать психологом, нужен, во-первых, интерес к людям. Во-вторых, на мой взгляд, доброжелательность. Потому что задача психолога ни в коем случае не просчитать, не вычислить человека, не пытаться в нем... То есть мы не следователи. Нам не надо видеть человека насквозь. Нам надо его понимать. Кафедра психофизиологии занимается нейропсихофизиологическими исследованиями, изучает работу мозга и человеческой психики. На факультете функционирует лаборатория нейропсихологии, в которой при помощи метода электроэнцефалографии изучается процесс восприятия речи, проходит диагностика расстройств аутистического спектра, а также выявляются различные нарушения умственного развития. Арина Португальская обучается в аспирантуре и является специалистом кафедры социальной психологии. Область ее научного интереса — исследование расстройства аутистического спектра у детей. В лаборатории нейропсихологии к специальной шапочке подключаются датчики. Электроэнцефалограф реагирует на электрическую активность мозга в 21-м отведении. По электроэнцефалографии можно регистрировать активность зеркальной системы мозга, которая активируется как раз в тот момент, когда мы видим, как кто-то выполняет действия, которые мы можем повторить или повторяем это действие, что также может быть использовано в диагностических целях. На базе факультета также работает кафедра педагогики. Здесь реализуются образовательные программы подготовки учителей двух профилей, педагогов дошкольного образования и младшего школьного звена. В рамках индивидуальных образовательных траекторий студенты могут освоить новые интересные для себя специальности. Нашим факультетом подготовлены майнеры, которые позволяют получить дополнительную квалификацию. Во-первых, вожатого. Это классно, это здорово. Во-вторых, социального педагога и социального работника. Это полезно. Это позволит адаптировать многих разных детей к системе современного образования. И в целом педагогического направления, получив две специальности, свою основную и плюс возможность работать в системе основного школьного и дополнительного образования, имея свой основной профиль подготовки. Знания специалисты применяют на практике уже в ВУЗе. Здесь создана социально-психологическая служба, работники которой не только работают в разных структурных подразделениях университета, но и проводят индивидуальные консультации для сотрудников. А бакалавры и магистры в этом году организовали психологическую клинику для студентов, где под руководством преподавателей и супервизоров оказывают бесплатную помощь и консультирование для студентов ВУЗа. Нина Келли, Илья Притко, Пресс-служба Крымского Федерального Университета.